Вот этот ресторан, о котором я вам говорила, который мне так понравился. Называется Историческая кофейня. Но я очень переживаю за то, что Ютуб это видео забанит из-за того, что здесь играет иностранная музыка. Как всегда, латте макеата. Девочки, видео второе будет очень быстрое, потому что мне нужно уходить. Я только выпью кофе. Посмотрите, какая здесь прелесть имеется. Торт, ну вот просто пальчики оближешь. До этого я вам показывала экскурсию. Показывала, что как здесь есть. Но так как мне пришлось очень быстро убегать, рассказываю еще раз. Здесь, когда вы приходите, садитесь за любой стол. У любого стола есть своя история. Здесь вы, например, видите различные штопоры, открывашки. Это все, я так понимаю, собиралось со всего мира, правильно? Да, да. Вот. Посмотрите, в виде птички, в виде дельфина, в виде ключа. Очень интересно. Я уже, кстати, в ютубе окрестила самый лучший ресторан. Уже кто-то на украинском языке там комментарий оставил. Вот то, о чем до этого говорила хозяйка. Вот есть один, где на немецком написано что-то. А вы можете с собой сделать кофе? Обычный, да, без всего. Дорогие мои, я объясняю вам. Я сейчас договорилась с друзьями, чтобы они немножко еще для меня экскурсию провели по городу Трусковец. Так как я дальше уезжаю. И вот я только-только пришла сюда. Я на улицу и обратно к вам. Я только пришла сюда, и мне звонят и говорят, а ты где? Вот как-то так. Поэтому нужно уходить. Очень креативно. Очень красиво. Двор тоже. Вот, кстати, девочки-ведьмочки, да? Здесь такая солнечная атмосфера в этом заведении. У них также есть живая музыка. Вот что я вам сейчас хотела для всех объяснить на русском языке. Вы видите, это барная стойка, да? Там они вот придумали поставить из старых печей такие... Ну, вот эти вот окошки. И так как, как правило, когда люди приходят с детьми, детям все интересно, они все это предусмотрели. Они даже предусмотрели вот такие мелочи, казалось бы. И вместо отойди, не трогай, нет. Разрешено деткам открыть. Здесь такие детские мотивы. Мне кажется, если бы было бы больше вот таких моментов, то как-то это... Как же это правильно сказать? А ну-ка, помогите мне. В основном-то психология устроена, отойди, не трогай, правильно? Да, не разрешают отрогать. А здесь так предусмотрено, что пока родители делают заказ, дети чем-то заняты. И мне кажется, вот такие вещи, они остаются в памяти, но если ненадолго, то точно навсегда. Даже вот я, как ребенок, играюсь и открываю, и мне интересно. До деталей, до мелочей, все продумано. Это, я так понимаю, почтовый ящик или что это? Да, здесь стоят листы. Это старинный почтовый ящик. Это не наша пентаграмма, это еврейская пентаграмма, шестиконечная. А это знаете, что такое? Это, чтобы обувь снимать. Вот здесь цепляетесь, и так вот это снимается. Тоже интересно продумали. Как же у меня так получается, я куда не пойду, куда не приду, посекундно, все всегда расписано. Посмотрите, какая атмосфера. Ой, здесь сидят посетители. Ладно, ухожу, не буду беспокоить. А я такая громкая, я не знала, что у вас люди сидят. Ничего, ничего, все общаются. Я попросила кофе вот в таком стакане, потому что мне нужно убегать. Если бы я... Еще могу вам приглашить карамельный сироп. Не, спасибо, я люблю кофе, просто кофе. Сколько вам денежек дать? 38. Да. Кстати, я уже в другой кофейне сделала рекламу. Спросили, а здесь кофе вкусный? А у меня кофе вкусный в заведении, которое называется Гендель Плац. Я говорю, вот там кофе действительно вкусный. Знаете, что они ответили? Они говорят, что они проходили мимо, им понравилось, но из-за названия они не рискнули зайти. Я говорю, а я вошла, даже не глядя на название, потом удивилась, но мне нравится. Потому что думать, Гендель, это, знаете, как и коверня такая вот обычная. Такая вот самая такая запутала. Потому что слово вот это вошло в простонародье, или как это сказать, под другим значением. А на самом деле, немножко, если интеллектуальную часть пошевелить, то видно тогда, откуда происхождение. Так, я прошу прощения, у меня камера трясется. Дайте мне, пожалуйста, еще меню с собой. Я на улице. Я вам сейчас вынесу. Вынесите, да? Да-да, конечно. Я все-таки еще прочитаю историю этого заведения, и только после этого отсюда уйду. Так, посмотрите. Тоже красиво. Кстати, хозяйка этого заведения рассказывала на экскурсии. Это я повторяю для тех, кто не понимает на украинском языке, что вот при входе они поставили весы, чаши вот там при входе. И одну из чаш они наполнили монетами. Потому что это хорошая примета, считается. Посмотрите, самодельные лампы из бутылок, гирлянды, как у меня в магазине. Вот так тихо, спокойно, очень уютно. Вот это меню. Гендель плац. Так, что тут пишут? Так. Вас ждут незабываемые впечатления, еда, напитки. Так, рассказываю, что такое гендель. То есть гендель – это не какое-то заведение непонятного типа, как это вошло на сленге уже в украинский и русский язык. Нет, это от слова немецкого «хандель». Украинское «хендель». Малый, маленький ресторан. Это то, что связано с торговлей. Вы поняли? Это то, что связано с торговлей. Здесь галецкая кухня. Так. Смотрим, что здесь есть. Кофе, тирамису, штрудель, европейское меню, сырники, чизкейки. Помидоры, огурцы, банаш. Так, это каша, банаш. Кто же там детей обижает у нас? Так, лаваш. Блинчики. Ну, цены, я бы сказала, как и везде. Но атмосфера и обслуживание очень приятные. Салаты. Это цена в гривнах. Так, борщ. Грибная юшка из белых грибов. Кстати, очень вкусная юшка. Борщ. Вот мой любимый борщ. Класс. Вареники. Какая разновидность вареников с картошкой. С картошкой с грибами, с шкварками, капустой, мясом, сыром. Вот надо же, в последний день я нахожу такое заведение, где я бы, наверное, всю неделю ела с утра до вечера. Так. Очень креативно и очень красиво. Вот интересно, да, что все слова, которые относятся либо к нецензурной лексике, либо как-то переходят в сленг, это, как правило, слова иностранного происхождения. Поэтому гендель, плац, это не то, что это какой-то гендель. Нет, здесь нужно этимологию, этимологию слова смотреть. Это хандель на немецком. То есть всё, что связано с торговлей. Привет. Всем привет. В следующий раз, когда я приеду в Трусковец, наверное, это будет одно из первых заведений, в которое я приду. Может быть, ещё получится сегодня прийти, ну, посмотрим. Ой, бутылки, ну, просто прелесть. Бутылки в виде ламп. Кстати, вот в этом салоне я делала себе на эту туристическую свадьбу прическу с веночком. Бьюти-студио Креатив. Барная стойка тоже интересная. Очень по-европейски здесь. Но самое главное, что кофе действительно по вкусу напоминает кофе. Мне, наверное, уже моё пребывание здесь напоминает немножко программу «Галопом по Европам». Потому что вроде бы и на отдыхе, и вроде бы спешить некуда. Но вот всё время спешу. Кофе так пахнет. Мне кажется, вам по ту сторону экрана это всё слышно и видно. Скрывать не буду. Я нахожусь последний день в городе Трусковец. Завтра в обед я сажусь в поезд. И утром в 9, либо в 10 утра я буду уже в городе Днепр. Раньше это называлось Днепропетровск. Теперь это называется город Днепр. В городе Днепре я пробуду 4 дня. Потом через Киев я возвращаюсь обратно в Ганновер. Ну и, конечно же, в Госпорт, как вы это уже знаете и привыкли. Сегодня моя замечательная Карина прислала мне фотографию, что к нам пришла доставка. Мы получили новый товар. Многие из вас просили сделать отдельный обзор для французской марки Matilda M. Чтобы я вам рассказала, показала, что это. Обязательно сделаю. У меня уже просто чешутся ручки, потому что я знаю, что у меня вот такой огромный коробок всего там стоит. Это очень красивая коллекция. То есть они, скажу вам честно, всегда Matilda M. Это французская изысканная марка. Они всегда впереди планеты всей. То есть это не только красиво, но это и качество, это вот ароматы. То есть мыло, обычное мыло, оно с настоящим французским парфюмом. Аксессуары. Они вот сделаны так, как будто это действительно 18 век. И когда я вернусь, я видела ваши комментарии. Я смотрю, что вы мне там в WhatsApp все время. Галина, объясни, покажи, расскажи. Я все это обязательно сделаю. Я буду рада вам это показать. Для вас это представить. Но пока как бы еще наслаждаемся последними деньками отпуска. Кофе класс. Средний по крепости. Пахнет очень приятно. То есть не водянистый, не горький. Прям жалко, что нужно уходить. Я вас всех целую, обнимаю. Новички, кто подписался на наш канал, не бойтесь, пожалуйста. Не бойтесь того, что я всегда говорю, ведьмочки. У нас просто вот город, в котором я живу, это город Вейдинг, Германия. Но вы этого не бойтесь, присоединяйтесь к нам. Если вам интересна Европа, если вам интересны путешествия по Германии, если вам интересен наш немецкий магазин, который называется Trends on Troima, в описании канала найдете Instagram, ссылку на Instagram, на Facebook. Но в Instagram и Facebook вы не найдете ничего, что связано с эзотерикой. Для этого у нас есть интернет-магазин, который называется Galina Star. И для этого этот же YouTube-канал. У меня большая просьба ко всем, кто еще не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, отзывы. Если кому-то что-то интересно посмотреть или у кого-то есть какие-то предложения, пишите, не стесняйтесь. Я буду благодарна. Спасибо всем, кто суперактивный. Меня это всегда мотивирует. Я вот уже просыпаюсь и думаю, так, YouTube-привет, Галина, начинай. Я очень осталась довольна отпуском в Трусковце. Было очень интересно. Люди доброжелательные, приветливые. Еда, ну, здесь нечего просто сказать. Все очень сытное, вкусное, домашнее. Бабулечки на базаре тоже приветливые. Местные тоже приветливые. Несмотря на то, что я смотрю здесь толпы людей, они говорят, нет, это мало, раньше было больше. Ну, как и вам, так и им всем я желаю процветания и всего самого лучшего. До скорого!